Всем привет! Я сегодня хотела на самом деле сидеть напротив камеры. Я очень красиво накрасилась, но вы не представляете, что у нас творится на улице. У нас начали сильный гром, вы будете, наверное, это слышать. Дождь, ливень. Я вообще не представляю, что тут творится, если честно. И поэтому, к сожалению, это видео сегодня я его не буду вашим кадром, потому что я просто не могу сидеть, у меня света не хватает. Дети там кричат на улице из-за дождя. Сегодня было действительно у нас очень-очень жарко. Давайте я вам покажу, что там на улице творится. Секунду. Смотрите, что творится на улице, какой ливень идет. Сейчас гром услышите. Ох-ох-ох. Страшно. Видите, какой, в общем, ливень идет. Поэтому сегодня я, к сожалению, не появлюсь в кадре, мне не хватает света. Как страшно. У нас периодически также появляется сейчас, падает электричество. Так всегда в горах, когда очень сильный гром и сильная-сильная гроза, такая, типа электрическая и такой ливень, то у нас периодически падает электричество. И сегодня в планах, в принципе, у меня было вам показать свои такие разные покупки, которые я сделала за последнее время. Что-то для дома, что-то для себя, что-то для собаки. Так что покажу вам покупки для дома и для собаки. А все, что я покупала для себя, я оставлю это на следующий раз, когда меня будет видно в кадре. Мамочка, как страшно. Да, хватит, ну, славни, давайте я вам все уже это покажу и расскажу. Недавно у нас был Новый год, и мой муж решил побаловать наш дом и купить пару вещей домой. В общем, он зашел, если вы знаете, у меня есть машина Nespresso, да, в которой мы делаем кофе. Он зашел и купил в магазине, моего мужа вообще сейчас на этот магазин не запускать, потому что ему хочется там купить все. Его сразу уговаривают купить там все. В общем, он зашел и купил вот такую вот пластиковую штуку. Она выглядит так же, как капсула, вы можете обратить внимание. Она вот здесь вот такая плоская, ее можно вот так вот, сейчас поставим. Вот, ее можно вот так вот ставить. И, в принципе, туда можно... О, я здесь присяду. Туда в крючке можно складывать все капсулы. До этого у нас все это дело хранилось вот в такой вот обыкновенной банке из-под Икеи. В принципе, я любила, как это хранилось, но он пошел, меня не спросил и купил. Но, в принципе, если честно, мне нравится, как это сейчас выглядит. Выглядит очень интересно, очень оригинально. Можно складывать сюда, по-моему, около, не знаю, по-моему, шести или семи рукавов с этими самыми капсулами. Кстати, каждый рукав в Израиле, вы меня спрашивали как-то, у нас стоит около 5 евро плюс-минус. Есть такие за 4, есть такие за 7, но вот примерно где-то 5 евро средняя цена. В общем, купил такую штуку, мне она, если честно, очень нравится. Она стоила около 100 шекелей, я не ошибаюсь, 20 евро. В тот же день в этом же магазине он почему-то решил, что дома у нас нету достаточно стаканов, и нужно прикупить нам стаканчики для кофе. И вот купил такие маленькие стаканчики. Видите, они такие маленькие, они, по-моему, у них для макиято. Эти стаканы бешено дорого стоят, эти 2 стакана, я никому не советую, но. Они хорошие стаканы и все, просто по цене они, ну, их не советую, но могу вам сказать, что это отличный подарок. У них вот такие вот пластиковые тарелочки. И тут такая интересная штука, она как бы ставится, и потом эта тарелка, видите, она как бы не падает, потому что она там как бы внизу цепляется, кружки цепляются. В общем, интересная штучка, он купил нам такие 2 стакана, теперь у нас дома все по 2 стакана. 2 больших стакана, 2 маленьких стакана, в общем, то есть кружечки для кофе. Но интересно, когда мы хотим куда-то быстренько бежим, мы сюда делаем одно кофе на двоих, оно как раз замечательно помещается, то есть одна капсула на двоих замечательно помещается, и быстренько можно выпить кофе и побежать. Вообще, это такой отличный подарок, наверное, для кофеманов, кто любит кофе. Я, например, обожаю кофе. А здесь, например, дырочки нету, да, но тут так вот такие вот пупырышки, так что держать очень удобно. Если не ошибаюсь, это тоже стоило около 100 шекелей что-то, или может быть шекелей 90, около от 15 до 20 евро. Ну, в общем, это да, дороговато, ребята, как ни крути. Следующее, что я вам хочу показать, я вам как-то это уже в своем влоге показывала, такой стаканчик от Икеи, это стакан термос, который мы берем с собой. Дальше сам откручу. Вот такой вот стакан термоса, да, наливается кофе. И вообще он как термос, когда вот он в таком виде, в закрытом он как термос, если кнопочку нажимаешь внутрь, то тогда можно пить. Если обратно ее выжимаешь, то тогда он как термос служит. Замечательный стакан. Не знаю, почему первый мне стоил 40 шекелей, это... Сколько это? 8 евро. Второй мне почему-то стоил 4 евро, то бишь 20 шекелей. Не знаю, почему такая разница. Один и тот же стакан, разные кафе, то есть разные города. Тот, который за 20 шекелей купила в Маолоте. Если из вас кто-то живет на серве около Маолота, пожалуйста, приезжайте, покупайте. Замечательный стакан, ничего лучшего в Израиле я пока еще не находила. Не знаю, если у вас есть какой-то совет, советуйте. В общем, отличный стакан. Тепло девочки держит. Девочки и мальчики тепло держит просто безумно долго. Я, например, кофе готовлю где-то в 8.30, и еще в 12 он абсолютно теплый. Нет того, чтобы тепленький, а просто вот такой хороший теплый кофе. Поэтому замечательный стакан за 20 шекелей вообще шутка, потому что, ну вот он из специального этого, ну знаете как, не железо, как это сказать, металл. Специальный металл, да, металл как термос. То есть, ну, замечательная штука. В общем, всем-всем жителям Израиля, кто любит кофе, любит кофе с собой носить, замечательно. Между прочим, если я не ошибаюсь, в ароме, в этом кафе, когда вы приходите со стаканом и наполняете кофе, оно, по-моему, стоит вам дешевле. А также еще хочу сказать, когда вы моете эту штуку, если вы уже купите, учтите, что она будет немножко, тут есть одна такая маленькая фишечка неудобная, она отсюда немножко вода капает после того, как помыли. Поэтому, когда вы моете, хорошо промывайте, ставьте сушиться вот так вот, чтобы вода из этой попочки выливалась и не оставалась там внутри. Потому что, когда пьешь кофе, немножко, ну там вода, кофе остается, и когда хорошо промываешь, сюда воду обратно заливаешь, хорошо полоскаешь, нужно вот так вот ставить сушить для того, чтобы вся вода вылилась, а потом на вас как бы не выливалась. Вот, в общем, замечательная штука. Следующее, что я вам хочу показать, мы купили для нашей собачки Доны вот такой вот новый матрасик. Она у нас не спит ни в каких домиках, она у нас не спит ни в каких таких корытках. Она любит вот такие вот матрасики. Такой матрасик у нас он вида зебра. Вам, по-моему, на камере кажется, что он серо-черный, но он на самом деле темно-темно-коричневый. И так интересно, он просто замечательным образом вписался в наш интерьер, если так можно назвать. В общем, такой замечательный матрас. Он 85 сантиметров в длину и в ширину, по-моему, 45. До этого у нас был такой квадратный синий, но он уже был весь замызганный и застиранный. Я решила поменять. Этот можно стирать с 30 градусов температурой. В общем, очень хорошая вещь. Стоил мне 120 шекелей в одном из просто собачьих магазинов. Ну, я на самом деле очень довольна. Так, по-моему, дождь у нас успокоился. Но до сих пор очень-очень обучено. И последнее, что я вам сегодня покажу, это такое для дома, для нас, для поездок. В общем, сейчас вам расскажу. Такие кармашки, в общем, для документов, для поездки. Я вам когда-то показывала, что у меня был вот такой вот кармашек. Его я покупала на Bindcoins. Такие там, ну, может быть, 2 доллара. Не помню, сколько он точно стоил. Вот, вот такой вот кармашек. Если честно, то качество у него ужасное. Сделан он просто отратно. Все швы, я не знаю, видите, вы, наверное, точно ничего не видите. Но все швы просто сделаны ужасным, ужасным, ужасным образом. То есть, они ужасные швы. Все очень неаккуратно. Все очень, как бы, очень-очень-очень-очень красиво. У меня есть один кожаный кошелек, который я хотела поменять на этот. Потому что я хотела что-то с замочком круговым. Но этот в таком ужасном состоянии. То есть, он такой ужасный, что мне просто стыдно будет с такими сейчас находить. Тут какое-то все покоцанное, пожженное. Короче, не знаю, ужасный кошелек. Ну, что я хотела за 2 доллара, как говорится. Поэтому я его храню дома. И просто чековые книжки в нем так вот, знаете, просто складываю. Потому что в Израиле чековые книжки пользуются популярностью. То есть, мы пользуемся здесь чеками. И очень часто они просто валяются, потому что их нужно заказывать по много штук. И мы вот сюда складываем все, накрываем. И они так просто лежат. Ну, временное такое хранение. В общем, и тут я нашла один кошелечек на Амазоне. От фирмы, одной швейцарской фирмы за 25 долларов. Он мне безумно понравился. Что-то вот не типа такого. Черный, хороший. Я уже думала заказывать. Но посмотрела я видео Насти с Канадой. И там она как раз летела. Сейчас она в Москве 2 месяца. Она купила себе такой кошелек на ebay. Ставлю вам ссылку на видео Насти. Я думаю, окей. Настя сказала, что он ничего. Ну-ка, почему бы и мне не попробовать? В общем, нашла я именно эти кошельки. Она, не помню, оставляла ссылку или нет. В общем, есть там 4 цвета. Розовый, оранжевый. Не помню еще какой черный. Серый и черный. Я решила пойти на очень банально черный. В общем, заказала я. Стоил он, по-моему, 4 доллара или 3,5. Он немножечко поменьше. Тоже тут есть вот молния. Во-первых, здесь есть сзади молния. Хорошая молния. Тут мы положили уже какие-то там копейки, денежки. Дальше. Здесь есть круговая молния. Что меня это пролистило. И что мне понравилось, он меньше этого. Да, видите, в празднице. Он меньше этого. Тут самолетик просто так, значит. Давайте откроем. Вот это молния. В общем, есть эта молния круговая. И вот если мы открываем, вот таким вот образом он выглядит. Тут я уже положила два наших паспорта. Видите, они замечательным образом впихиваются сюда. А здесь можно еще какие-то здесь такие просвечивающиеся кармашки. Здесь еще можно что-то положить. В общем, тут даже есть место для ручки. Где эта резиночка для ручки? Вот здесь место для ручки. Здесь нам нужно сделать международные права. У нас, когда с Израиля летишь куда-то, помимо карточки, нужно делать такие международные права. Листики такие. И обычно эти листики раньше шли вот в таких пакетиках. Но последние года три пакетики больше почему-то не дают. Наверное, только на север. Не знаю. И я эти пакетики храню. И когда новые права, они на каждый год их нужно менять, то есть обновлять, мы пойдем сделаем. То есть в пакетик положу. Поэтому уже сюда их положила. В общем, такой большой здесь карман. Замечательная вещь. Сделана просто на высшем. Ну, за 3 доллара я лучше попросить не могла, если честно. Сделана просто супер. То есть мне, девчонки, вы советовали пойти в Суперфарм наш израильский. Там такая клеенчатый кошелек есть. Клеенчатый кошелек стоит 40 шекелей. А это мне стоило 16 или 15 шекелей. Поэтому пришло за 2,5 недели. В общем, замечательная штука. Я посмотрю, как она мне прослужит в поездке. Она на молнии. В общем, не знаю. Я довольна. За такие деньги это ну просто вау, супер. Ссылочки я вам оставлю. В общем, безумно довольна. Заказала себе еще разных штук в поездку, разных кармашков. Потом это когда все получу, вам все покажу, расскажу. Но вот это вот однозначно за такие копейки я могу советовать. Не знаю. На раз, на раз, может быть, не приходится. Может быть, кому-то придет такая штука, и она будет не очень хорошо сшита. Например, как эта. Но, не знаю. Моя пришла, и я просто в таком довольном счастье ходила. Думаю, вау, какая классная штука за 3 вообще этих еврика. За 3 еврика. Ну, например, 3 еврика. В общем, супер сделано. Внутри она еще клеенчатая, на всякий случай, чтобы не промокала. В общем, не знаю, замечательная штука. Я просто безумно-безумно довольна. Ну что, погода у нас вроде распогодилась, и птички запели. Хотя, я не знаю, видите вы, не видите. Ну, вы так ничего не видите. Небо, на самом деле, тучи. Вот вы так видите. Когда настраиваю камеру, видите, пришел такой хороший, сильный ливень. Не успела я, к сожалению, себя заснять. Хотя так красиво накрасилась. Хотела быть красивой, но света у меня недостаточно в комнате. И просто я выгляжу одной большой тенью. Вот. Ну, на сегодня это, наверное, будет все. Вторую часть этого видео, где я вам покажу некоторые косметические покупки, покупки одежды, я сниму, наверное, завтра и выставлю его просто через пару дней. В общем, разделю свои все такие покупки для всего на две части. Извините, что так получилось, не специально, но кто снимает при дневном свете, иногда покупка нас подводит. Всех евреев в мире поздравляю с праздником Суккот. Сегодня у нас вечер праздника Суккот. Мамочка начинает опять гроза быть. И на сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok